вены поднимают кровь вверх так от стопы и первая проблема которая возникает это застой повышение давления венах застой в ногах вместе с этим плюс кровь венах сгущается сгущение крови вот так бывает у всех людей как люди понимают что это получилось вот давление венах повысилось как вы понимаете они ноги ноют в конце дня ощущение как будто поналивали свинцом смотрю не поналивались ощущение как будто поналивались кто-то ездил в автобусе часов там 15 20 как вы в конце дороги себя ощущаете распухают уже те ноги куда ты напереди сидящего уже закинута такое желание а концу поездки просто ужас ноги отечный концу дня когда ты работаешь стоя или сидя давление венах повышается из-за того что венам постоянно на кровь поднимать вверх это первая стадия если на этой стадии вы ничего не сделали развивается вторая стадия какая варикоз называется варикоз это жучки паучки и змеи венами еду как жучки как паучки и как змеи это вторая стадия суть тоже но только вены раздуваются и становятся видимыми видимыми вот эти две стадии мы о них скажем что они лечатся определенным образом дальше подход к лечению поменяется когда болезнь развивается дальше то подход к лечению поменяется в вен что именно на вот этих расширенных венах может появиться две проблемы первое это воспаление самой стенки вены называется флебит флебит второе на воспаленной вене появляется тромб называется тромбофлебит и третье вот когда после этого всего еще могут появляться на коже язвы 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 появляются на кожи видели язвы коричневые ноги вот эта кожа такая как железная с ранение такая легко ранимая с нее сочится потом язвы и большие язвы кто-нибудь видел хоть на фотографии видели фотографию а в живую видели а как а как плоть от костей отваливается обидели не видели я пару пациентов таких было которые сами отковыривали дома это все потом приходили и доктор с этим делать а что с этим ампутировать что делать да вот такие бывают случаи нызня толста толста черного то что тот ром перестал прекратил кровоток что делать что в принципе делает вот что принципе делают в медицине с этой стадии что делают разжижают кровь аспирином потому что сгустилась когда отек или варикоз добавляют препараты для тонуса вен типа детролекс или циклотрефорте или флебодия или старый троксивазин детролекс один запишите других не надо детролекс вот здесь детролекс детролекс стоит где-то 300 гривен в месяц месяцем надо пить 6 в году 6 у 3 еще 800 эффективность не больше 60 процентов если детролекс не эффективен предлагают операцию удаление вены дальше что во время операции когда сделали операцию есть такой вопрос а у меня удалили вену нужен ли мне биомат почему а вот близко уже к ответ слушал тоже вен в ноге 2 2 основные одна поверхностная ту которую когда раздувается видно а вторая глубокая ее не видно глубокая не удаляется по глубокой течет 80 процентов крови по поверхностной 20 процентов но поверхностная имеет способность расширяться в случае нагрузки поэтому когда удалили поверхностную вену осталась глубокая здоровая у нее больше риск пострадать вы поняли почему потому что у нее помощника забрали помощник был больной но забрали поэтому при нагрузках вот эта глубокая вена пострадает еще быстрее чем могла пострадать нужен ли за ней уход естественно в два раза быстрее чем до операции операция не делает человека здоровым мне сложно это говорить но это говорю потому что люди когда период вены они думают о меня оздоровели от тебя убрали осложнение но здоровее ты не стал после операции уж а после операции твои ноги уже нагружать можно меньше поэтому биомат еще нужнее становится после операции этот момент понятны едем дальше начался флебит в этой стадии добавляют к лечению антибиотики и противовоспалительные препараты антибиотики противовоспалительные и те и другие противовоспалительные это типа диклофинак аспирин и те и другие крайнеやдовитые для печени для желудка для почек для кишечника То есть лечим ноги, все остальное убиваем. Причем в этой стадии уже болезнь практически необратимая. Явления флебита остаются все равно даже после лечения. Когда появляется тромбофлебит, то к лечению добавляют при остром тромбофлебите еще очень дорогие препараты для съедания тромба, лизирующие тромб, добавляют препарат для постоянного разжижения, во время обострения назначают мощные разжижающие средства типа гепарин, фроксипарин. А при наличии язв, ну вот это лечение, допустим, если это более плановое лечение и стоит где-то на 6 месяцев 2000 гривен, плюс операция само по удалению вен, ну в среднем, если хирурги по-божески дерут, я просто сказал, смотрю, сколько из вас спит. По-божески, когда хирурги дерут, то операция по удалению вен может обойтись, ну, долларов 600-800. Дорого это или недорого? Ну, хирургам тоже жить как-то надо. Или нет? А? Как вы скажете? А интересно, кто из вас давал взятку хирургам? Хорошие вы люди. Все остальные злые. Что-что? Хорошо. Я аж просто смотрю, как вы вообще относитесь к таким вещам. Ну, например, еду я, хорошая трасса, 110 ехать грех. Еду не 110. И тут... Думаю, что же ему сделать? Сколько? Секрет. Что ему сделать, думаю? Проклясть. Благословить. Сказать ему все, что я о нем думаю. А потом, знаете, мысль такая, думаю. А я же знаю, какие у них зарплаты. Ну, вот как поступить в этой ситуации? Сложно. А смотрю, а он реально хлопец молодой там. А я нарушил. Ну, 100% нарушил. Мне по-любому надо будет платить штраф. Минимум 250. Я его благословляю. Он говорит, слушай, ну, я редко вижу порядочных докторов. Он доволен, я доволен. Его жена довольна. И дети довольны. А закон тогда зачем? Давай, давай, ты шестередник. Это я свое мнение высказал вообще. Просто, чтобы вы проснулись. Проснулись. Вообще мы говорим о венах. Потому что, как вас разбудить? Как вас разбудить? Флебид. Здесь уже стадия этого лечения. Обходится человеку за один стационар. Приземлиться на две недели в стационар. Будет стоить гривен 2-3 тысячи. В стадии лечения язв приземлиться в стационар на две недели будет стоить 5 тысяч гривен. Эффект чем выше, тем ниже. Чем дальше стадия, тем ниже эффективность. Что делает биомат? Кровь разжижает? Да. Чем? Вот тут где-то к рисунку, да, пишите. Магнитотерапия с ценизацией. Давление снижается в венах? Чем? Нет. Нет. Холод. И боль. Варикоз. То же самое. Холод. Боль. И еще есть тут прижигание. Прижигание. В этой стадии можно и прижигание делать даже на вены. Даже на вены. В стадии флебита, что нужно еще добавить, кроме того, что мы дали здесь? Для того, чтобы убрать вот это воспаление, нужно питание. Питание у нас есть на биомате? Как улучшается питание на биомате в стопах. При помощи? Как? Прогревание. Самый первый фактор, который мы с вами рассматривали. Прогревание. Тепло улучшает питание. Тепло улучшает питание. Тепло. Для того, чтобы скушать тромб, что нам еще нужно? Лейкоциты. Плюс лейкоциты. Пишу сюда еще. Для того, чтобы восстановить вот нарушенные ткани, то что нужно? Питание обратно. Обратно тепло. Плюс тепло.